На данный момент у нас осталось одно лишь невыполненное дело. И сейчас мы с ним разберемся. Прикрываешься щитом, да? Ух, слишком круто я его оббежал. Но зато подарил наручий. И вот она последняя дверь, которая открывается солдатским ключом. Так, характеристики у нас, конечно, не очень. Жизнь 7, стойкость 6. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, мы справимся. Хотя здесь у нас появились новые противники. Если из них выпадет какой-нибудь кусок их сета, то мы сможем узнать от них немного больше. Но пока из них ничего не выпало. Так, и давайте-ка поменяем наш длинный меч на рапиру. Заодно посмотрим на нее в действии. И как можно видеть, очень быстрое оружие, которое тратит мало выносливости и достаточно эффективно. Особенно в контратаке. Душа безымянного солдата и самоцвет жизни. Так, кстати, мы еще подобрали 10 огненных стрел. Стрелы, усиленные могуществом огня. На наконечнике нанесена угольная смола. Оружие, усиленное огнем, эффективно против уязвимых к огню врагов. Например, мертвецов и чудовищ. Им могут пользоваться те, кто не обучен магии. Или чьи магические силы на исходе. Ну что ж, у нас тут вторая встреча с преследователем. Уже более официальная. Преследователь в Dark Souls 2 мне очень нравится. Вообще напоминает такого некого Немезиса. Если вы помните такого персонажа, который был в Resident Evil 3. Там был Немезис, который постоянно преследовал нас всю игру. Так вот, в переиздании Dark Souls 2 как раз преследователь действительно стал преследователем. Он здесь попадается очень часто. И может реально попортить вам жизнь. Так. Ну, он достаточно медлителен. Но все равно может доставить некоторые хлопоты. Особенно для такого непрокачественного глиста, как я. Который не прокачал ни оружие, ни доспехи, ни персонажей. По идее, его можно даже парировать. Можно и без парирования его сдолбить. А если... А если вам улыбнется удача, то можно в него даже попробовать выстрелить из тех двух баллист, которые стоят напротив. Чтобы это сделать, его как раз нужно для начала запарировать. А при том, выстрелить в него из баллисты. Я попробую это сейчас провернуть, но не факт, что у меня это получится. Так. Пока не очень. Потому что просто так его убить не очень интересно. Просто так мы его убьем еще не один раз в этой игре. Ну, похоже, у меня нихрена не получится. Можно приманить его как можно дальше. Вот я его запарировал. И теперь попробуем как можно быстрее побежать. Ну, нет, он успевает. Все равно успевает. Попробуем его запарировать через глаз. Возможно, сейчас нужно будет. Еще одно парирование. Его нельзя, конечно же, зарепостить. Но он какое-то время стоит неподвижно. И он нам ломает вторую баллисту. Ладно, все. Ладно, пора его кончать. Хм. на всякий случай съедим один камушек еще тыкать не надо особенно вот эту атаку проще всего запарировать попробуем еще раз а у не вышло хотела убить напоследок красиво но хуже красиво не получится а уж блин забыл что сильная атака у рапиры это парирование пара с тобой кончать душа преследователя кольцо клинков здесь можно пройти еще немножко дальше сейчас мы разберемся этими полами и прочитаем все предметы которые я только что поднял увы ничего не происходит увы и ах если посмотреть здесь немножко вниз то можно найти очень интересный сет это сет дранглика а также щит и меч дранглика единственно что не хватает в этом сете это шлема его кстати мы найдем еще очень не скоро похоже у нас не заметил ну и хрен с ним оставим в покое поднимемся еще раз наверх так как будто кто-то меня преследует нет это мои доспехи так гремят очень красивый вид отсюда открывается здесь у нас еще одно гнездо так вот и а и 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 таким вот незамысловатым образом мы попадаем в забытую крепость. Вообще, сам преследователь и вход в забытую крепость с этой стороны, он как бы опционален. Можно вообще его не убивать, но тогда вы пропустите много чего интересного. Это тусклый уголь. И человеческая фигурка. Ну и теперь можно почитать все то барахло, которое мы только что насобирали. Во-первых, это душа преследователя. Душа преследователя, обитавшего в Дранглике. Преследователь, который охотится за носителем знака, не успокоится, пока его жертва не будет убита. Использовав душу преследователя, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Меч Дранглика. Двуручный меч Драмомда, капитана королевской армии. Возможно, он старый, простоват с виду, но этот клинок предмет настоящей гордости своего выдающегося хозяина. Эта реликвия передавалась от деда к отцу, а затем от отца к сыну. Драмонт и его предки не раз защищали свою великую страну с помощью этого меча. Меч с очень высоким базовым уроном. Но требования у него очень высоки, поэтому сейчас в данный момент я пользоваться им не смогу. 25-20. Базовый урон 180. И, по-моему, чтобы его прокачать, нужен уже не обычный титанит, а мерцающий титанит. И Сет Дранглика. Традиционный доспех из Дранглика когда-то принадлежал капитану Драмонду. Предки Драмонда веками служили Дранглику, как защитники форта, но капитан Драмонд стал последним из них. Сет Дранглика, конечно, дает очень крутые защитные характеристики, но при этом его вес слишком велик для меня. В принципе, мне защиты элитного сета вполне хватает. И еще мы подобрали тусклый уголек. Уголь, источающий тусклый свет. Это пламя почти погасло, но все еще демонстрирует удивительную живучесть. Может быть, это его обычное состояние. И, кстати, если отправиться в Маджулу и попробовать предложить этот тусклый камень к кузнецу... К сожалению, Ленинград не может использовать этот угол. И вернемся опять к нашим баранам. Здесь у нас полы-теремщики. Вообще, забытая крепость очень запутанная и обширная локация, которая включает в себя еще две дополнительные локации. А также в ней можно найти очень много различных секретов. Вот правильно, иди туда. Так, только надо вот... Да, куча. Так, где наша фляга? Здесь у нас сундук, в котором хранится... Да, будьте осторожны. За этим сундуком еще и преследователь. Кольцо с серебряным змеем и ароматная ветвь. И только вроде как мы отошли от битвы с преследователем, как тут же нам предстоит битва с еще одним преследователем. В принципе, можете его не убивать, если только вам не нужен так сильно мерцающий титанит. Но если вам так сильно он нужен, то можете убить его. Не занимайтесь таким же мазохизмом, как я занимаюсь сейчас в данный момент. Облегчить себе жизнь, особенно учитывая то, что эти преследователи могут колдовать в такую гадость. И самое лучшее, что можно делать, это пойти к нему в упороби и бежать вокруг него против часовой стрелки. Тогда эта хрень вас просто не застанет. К сожалению, очень мало у меня прокачана подвижность, чтобы больше получить кадров неуязвимости. Поэтому вот у меня вроде как я отпрыгиваю, но он все равно меня успевает цеплять. Еще и выносливости у меня очень мало. Можно его немножко запарировать. Второе парирование у меня, конечно же, не удалось. Так, я только что потерял практически 20 с лишним тысяч душ. Ну как, я еще не потерял их, но могу потерять. Возможно, логичнее было бы просто прибежать к нему, забрать эти души и улететь к черту с косточкой возвращения. Но мы еще раз попробуем его вынести. Возможно, с рапирой это будет немножечко побыстрее просто-напросто. Давай, появляйся, сволочь. Пока вы его не убьете, он будет появляться бесконечно. Ну, кстати, да, непрокачанная рапира тоже не особо много снимает. Единственное, что... Ею можно носить немножко побольше ударов за один раз. Я пока просто заткнусь и сосредоточусь на нем. Чтобы не делать еще лишних попыток. Продолжение следует... 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 Больше не будем пытаться его парировать Очень дорого мне это обходится, а парирование особо ничего не дает против преследователя По крайней мере, не с моим оружием И мерцающий титанит, кстати, это, по-моему, первый мерцающий титанит, который я вообще подобрал Здесь, кстати, есть еще один небольшой секрет Это невидимый полый Который дает гладкий шелковистый камень По поводу мерцающего титанита Титанит, обладающий особой силой, усиливает снаряжение, которое нельзя усилить обычным образом до плюс пяти Интересно, что за катаклизмы привели к возникновению столь мощного титанита Так, чтобы отсюда выбраться, нам нужно подняться с этой стороны Забытая крепость уже давно заброшена И была построена очень и очень давно Так, я думаю, что лучше поставить, наверное, меч против них Непрокачивая рапира, это, конечно, не очень весело Хотя, в принципе, можно ей вполне, а этой зубочисткой затыкивать всех врагов Здесь у нас очередной NPC Что это? Я не знаю тебя, и ты не знаешь меня Все дела лучше в этом случае Ты не знаешь, ты не знаешь Ты не знаешь Многие люди держатся в безопасности, когда они видят эту маску Но ты Я называю Лукатил К сожалению, как бы она не гордилась Своим мечом Боты в этой игре очень слишком тупые Но ее обязательно нужно будет призвать На трех боссов И при этом нужно, чтобы она обязательно Еще и выжила В битве с этими боссами Ну что поделаешь Старинный ключ Так, здесь есть небольшой секретик Главное не сорваться Большой осколок титанита В принципе, в принципе Если у вас есть ароматная ветвь былого Если вы хотите Дополнительного испытания То вы можете уже бежать туда И сразиться Со следующим боссом Но я все-таки не рекомендую Тратить эту ветвь именно здесь В данный момент Использовать ее в другом месте Сюда мы еще всегда успеем вернуться Теремчик у нас тут сильно разбушевался Блин, маловато места Реально можно сорваться И улететь в обрыв К тому же ему еще нельзя сделать бэкстеп Так, что мы там за ключ-то подобрали? Старинный ключ Старый ключ Который, тем не менее, еще в хорошем состоянии И должен работать Ну вот только какой замок он открывает Отличное описание Описание, которое ничего абсолютно не дает Золотая смола Здесь у нас интересная дверь внизу Так, и вот этот парень Нужно сделать так, чтобы он Ни в коем случае не разбил эту бочку Которая стоит перед ним Ты давай не пляши и иди сюда Можешь, в принципе, стукнуть по вот этой бочке Только я не успел вот от нее отойти Одна проблема Похож на какую-то огромную мумию Так, теперь Аккуратненько Пинаем эту бочечку Бабах Иногда она, кстати, может не взорваться Но тогда нам уже помогла бы Какая-нибудь бомба Либо огненные стрелы Либо, блин, меч, который бьет огнем, конечно Но Можно при этом и сдохнуть Таким вот секретным образом Можно в самом практически начале игры Получить доступ к кузнецу Который может ковать Затачивать оружие И к тому же он еще и продает Бесконечное количество Больших обломков титанита Здесь железные стрелы Тяжелые болты Скуки титанита И большие скуки титанита Похоже, этот кузнец бредит Скуки титанит Скуки титанит Скуки титанит Скуки титанит Ну, блин, другого выбора как бы у меня нет. У него можно закалить оружие. Закалять здесь можно на магию, на огонь, на молнии, на тьму, на яд, на кровотечение. Просто грубое оружие, то есть убить любые скейлы, но повысить его базовые физические характеристики. Также можно зачаровать на чары, чтобы добавить дополнительные скейлы от магии, полезно для магов. Также сделать из этого оружия простое оружие. Простое оружие у него хитрость в том, что оно будет как бы больше наносить урон, если все ваши характеристики прокачаны равномерно. И убрать у этого оружия какую-либо заточку, если она у него имеется. В данный момент я не хочу ничего закалять. Давайте дадим ему уже немножечко огня, чтобы он встал с этого чертова сундука. Зажгем факел и обновим локацию. Наконец-то кузнец занят делом. Молот мастера. Мерцающий титанит. Молот мастера. Старый кузнечный молот. Похож на обычный молот, но при этом невероятно крепок. Говорят, он принадлежал знаменитому в былые времена кузнецу. Да, это тот самый молот, который принадлежит Эндрю из первой третьей части Дарк Соулс. Больше ничего интересного он не говорит. Но зато он продает достаточно много интересного оружия. Стрелы в бесконечном количестве. Притом еще у него можно купить и большие железные стрелы. Эффективнее обычных стрел, но значительно тяжелее. И, что самое главное, продает бесконечное количество больших осколков титанита. Большой осколок титанита используется для усиления снаряжения. Усиливает снаряжение до плюс 6. Но, к сожалению, проблема в том, что, хоть у нас и будет сейчас, можно сказать, бесконечное количество больших осколков титанита, но у нас сейчас будет нехватка обычных маленьких осколков титанита, потому что их пока я не могу покупать в бесконечном количестве. И давайте посмотрим оружие, которое он продает. Полуторный меч, мы уже читали. Утиготана. Катана неизвестного происхождения. При ее создании использовалась необычная, но с безупречной техникой. Превосходно заточенное лезвие катаны наносит смертельные раны, но пользоваться этим мечом следует с большой осторожностью, и изящное оружие очень быстро изнашивается. Ну, я думаю, катану вообще представлять не надо. Всем известно утиготана, который есть во всех частях Dark Souls. Давайте ее сразу купим, пусть она просто у меня лежит в инвентаре и греет мне душу, пока у меня не будет 16 ловкости. Большой топор. Этот топор с огромным тяжелым лезвием наносит серьезный урон и подходит только тому, кто обладает нечеловеческой силой. Каждый взмах этого топора требует вкладывать силу всего тела, что делает воина очень уязвимым. Чтобы искусно сражаться с таким оружием, нужно тренировать не только мышцы, но и разум. 32 силы требует этот топор. Крылатое копье. Копье с крылатым наконечником. Длиннее обычного копья, что позволяет атаковать врагов с большего расстояния. Колющие атаки эффективны против хорошо защищенных врагов, но они поражают небольшие участки и не могут пробивать щиты. Бердыш. Секиры с большим лезвием. Размахнувшись пошире, можно наносить рубящие удары на расстоянии, но при этом владелец оказывается очень уязвим. Длинный лук. Обычный лук используется охотниками. Чтобы стрелять, приготовьте стрелы. Выберите один из двух типов стрел, чтобы поражать уязвимые места врагов. Наносите первый удар издалека, чтобы получить преимущество. Легкий арбалет у нас уже такой есть. И треугольный щит короля. Металлический щит рыцаря. В нем нет ничего необычного. Им очень просто пользоваться. Потому он и стал так популярен. Люди редко находят согласие во взглядах на качественную вещь. Но распространенность этого щита показывает, что бывает и исключения. Очень хороший щит в плане физической защиты. Так как имеет 100% физической защиты и 50 единиц стабильности. И тем, кто полагается на щит, рекомендую его обязательно к покупке. Также для коллекции я куплю крылатое копье и длинный лук. И я тут понял, что забыл прочитать несколько предметов. Это сосуд души. Сосуд, который может принять ваши души. С его помощью можно перераспределить уровни. Но без должного руководства он просто лишит вас всех душ. Если вы на самом деле хотите начать сначала, отправляйтесь туда, где началось ваше путешествие. Щит Дранглика. Щит капитана Драмонда. Хотя гравировка и стерлась, щит выглядит очень достойно. Это семейное достояние передавалось от деда к отцу. От отца к сыну. Драмонд и его предки, укрываясь этим щитом, сражались с врагами, угрожающими их родине. Этот щит тоже имеет 100% физической защиты и неплохое сопротивление к магии. Но, к сожалению, весит целых 6 единиц. И если сравнить со щитом, который продает Макдаф, то треугольный щит короля вешает всего 4. И еще я забыл прочитать одну интересную вещь. Это Кольцо Клинков. Кольцо Клинков создано по образу и подобию любимого оружия безумного рыцаря из Алкина. Увеличивает физическую атаку. Давным-давно королевства Алкин и Вен процветали на этих самых землях. Оба они были основаны одним и тем же человеком, но со временем погрязли в спорах и вражде. Про Алкин и Вен мы еще услышим и даже побываем на их руинах. Единственное, что хочется еще сказать, что перевод этого кольца не совсем корректен. Наши локализаторы, переводя игру с английского языка, перевели, в принципе, все правильно. Но вот английские локализаторы, которые переводили с японского, мягко говоря, облажались. Во-первых, здесь упущено имя безумного рыцаря из Алкина. На самом деле его звали Атгарс. Но это ладно. Но то, что эти оба королевства были основаны одним и тем же человеком, это полный бред. В оригинале эта строчка звучит следующим образом. Эти оба королевства имели общее происхождение или общее начало. То есть, скорее всего, просто были основаны в одно и то же время. Но никак не одним и тем же человеком. Похоже, что Макдаф знает очень многое об огне, о первом пламени. Давайте уже усилим какое-нибудь оружие, наконец. И первым делом это, конечно же, будет моя любимая Утиготана. До третьего уровня оружие прокачивается при помощи маленьких осколков Титанита. Дальше нам уже нужны большие осколки. И нам немножко не хватило. Не хватило одного осколка, чтобы улучшить Утиготану до плюс шести. Но это не проблема, потому что Макдаф продает большие осколки. Цена, конечно, кусается по 2500 душ. И теперь у нас Утиготана плюс шесть. Из более-менее стоящего оружия, которое хорошо скелится от ловкости, можно еще усилить рапиру. Хотя бы до плюс трех. Не будем больше тратить души на большие осколки. Пока этих двух оружий нам вполне хватит.